Хочу сегодня поделиться с вами посланием своим, которое Бог положил мне на сердце. И, возможно, кто-то из вас знает, потому что Фейсбук не дает нам скрыться ни от кого. В прошлую субботу я получил диплом в семинарии, и это событие направило меня на это послание, с которым я хочу с вами поделиться. И если я задам себе вопрос, почему я смог закончить семинарию, то скажу, что смог я это сделать, потому что у меня была цель. Я понимал свое призвание в Боге, и я хотел стать пастырем. Я действительно хотел быть пастырем, и при этом я прекрасно понимал, что быть пастырем, ну, это не только надо иметь призвание, но надо еще иметь определенный багаж знаний, потому что действительно есть многие вопросы, на которые приходится давать ответы. И скажу вам так, что именно эта цель, мое желание, оно двигало мною на протяжении всех этих четырех лет. Если вы задаете вопрос, было ли мне просто, ну, не было просто. За эти четыре года у меня жена два раза лежала в тяжелом состоянии в больнице, как бы. Первая моя сессия мне особенно запомнилась, потому что, когда я уехал, через два дня у моего ребенка начался коксид. Это такая болезнь, когда нельзя вообще двигаться, проблема с суставом. И вот жена лежала, его держала, приходили сестры, готовили кушать, потому что, ну, вообще нельзя было вставать, ребенку нельзя было двигаться. И вот так вот проходили эти мои моменты, и просто не было. Я думаю, что вот братья, которые сейчас учатся, они подтвердят, Руслан, Валентин Шиховцов подтвердят, что обучение – это непросто. Наши студенты МЖБА тоже жертвуют чем-то и могут сказать, что учиться непросто. Ну, друзья, я двигался к своей цели, у меня была цель, я хотел это сделать. И как вы, наверное, поняли сегодня, я хочу говорить о наших с вами целях в Господе. К великому сожалению, так получается, и мы можем видеть людей вокруг нас, или знаем людей, других христиан, которые годами ходят в общины, церкви, и не имеют понимания своего призвания в Боге. Они не имеют целей в Боге. Ну, такая тенденция присутствует. При этом, я скажу, что они спокойно живут и иногда даже утверждают, ну, мое служение может быть невидимое. Знаете, бывают моменты, когда эти цели у людей, они как бы настолько духовные, что не всем они понятны простым людям. Но, если разобраться, на самом деле, люди или боятся признать, что у них нет целей, или же боятся трудностей, с которыми придется столкнуться на пути достижения этих целей. Но я скажу, друзья, у нас должны быть цели в Боге, и мы должны с вами мечтать, мы должны с вами строить планы и достигать этих планов. Этого от нас ожидает Господь. И сегодня я хочу рассмотреть одну очень интересную историю из жизни Равшауля, человека, который понимал, явно понимал свое призвание от Господа, потому что он его принял от самого Яшуа Мессией. И человека, который был целеустремленный и стремился к своей цели. Эта история, она описана нам в книге Деяний, 27 и 28 главе. Довольно такая внушительная история. И она показывает нам, с чем приходилось столкнуться апостолу, показывает нам, с чем, возможно, придется столкнуться каждому из нас на пути, если мы хотим и исполняем Божий замысел в нашей жизни. Я не буду вам читать всю историю, потому что она очень большая, а расскажу ее вкратце. Думаю, что многие из вас ее знают хорошо. Эта история, она повествует о путешествии Равшауля в Рим. Вы помните, на корабле Равшауль отправился в Рим, будучи узником. И интересно, с ним плыли не только узники. История показывает нам, что Павлов сопровождал его верный друг Аристарх и автор книги Деяний, как, ну, предположительно, это Лука был. Мы видим, что его охранял сотник Юлий, и были воины также, которые охраняли его. Также были корабельщики, был кормчий. И всего, была еще команда морская, всего было 276 человек. Довольно-таки внушительное количество людей. И вот все они попадают в шторм. Вся эта группа людей, совершенно разных, они попадают в шторм. Это был необычный шторм. Это был очень сильный северо-восточный ветер. Конечно, если вы загуглите, то там будет писаться, что юго-восточный ветер. Но если изучить этот вопрос, там был все-таки северо-восточный ветер. Поднимал очень большие волны. Этот шторм был настолько опасным, что моряки дали ему такое довольно внушительное название. Эвроклидон. Целых 14 суток все люди, все эти 276 человек, находились на грани жизни и смерти. Целых 14 дней никто не принимал вообще никакой пищи. Потому что было не до этого. Люди боролись за свою жизнь. Люди переживали колоссальный страх. И в этом состоянии они были готовы расстаться со всем. Они выкидывали груз. Они выкидывали продукты. Они делали все. Они готовы были на все, только лишь бы спастись. Но среди этого количества объятых ужасом людей был один человек, который был спокоен. Это был Павел. Павел, который имел цель от Бога. Этой целью для него был Рим. Рим, который должен был услышать Евангелие Царства. Рим, в который он ехал для того, чтобы проповедовать власть имеющим и рассказать о еврейском мессии, который умер за грехи этого мира. И поэтому ничто, ни шторм и враг ледон, ни ехидна, которая его не укусила, ни события, которые мы будем с вами рассматривать, они не могли напугать и остановить его. Друзья, именно его цель, которую он имел, она помогла ему пройти все ситуации и помогла ему двигаться вперед. И Дух Святой на страницах Писания через эту историю хочет научить и вдохновить нас с вами попадать в Божью цель, в которую пускает нас, подобно стрелам, лучник, сотворивший небо и землю. Так что же нам необходимо знать для того, чтобы мы могли с вами эту цель в Боге достигнуть? Друзья, чтобы мы могли исполнить Божью волю для нашей жизни и попасть в ту цель, в которую запускает нас Господь, мы должны знать варианты событий, с которыми мы будем сталкиваться или можем сталкиваться на нашем жизненном пути достижения нашей цели. Итак, друзья, вариант первый. Всегда будут люди, которые будут пытаться помешать тебе в исполнении твоих целей. Я вам прочитаю с 9 по 11 стих 27 главы. «Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями, и с большим вретом не только для груза, но и корабля, но и для наших жизней. Но сотник более доверял кормщему и начальнику корабля, нежели словам Павла». Что мы видим, друзья? Павел четко двигался к намеченной цели. И он имел четкое понимание, как это надо делать. Он понимал, что необходимо делать, чтобы до этой цели достигнуть. Я уверен, что Дух Святой внутри него, сердце, он давал ему эти понимания, что нужно делать. Мы видим из этого местописания, что была видна работа Духа Святого в нем. Мы видим проявление дара словознания в Павле, друзья. Но люди не слушали его. Сотник доверял более человеку, который был специалистом в своем деле. Очень часто мы будем иметь подобные понимания с вами от Духа Святого, но с нами будет происходить то же самое, то, что происходило с Равшаулем. Ведь мы находимся с вами в обществе, друзья. А в обществе мы всегда от кого-то зависим. Всегда. Вообще суть общества, что идет взаимозависимость. И так устроен миропорядок. И Бог, давая нам цель, всегда будет давать нам людей, с которыми эту цель мы должны достигнуть. И я скажу вам, что не всегда люди будут слушать нас. Но это не дошло останавливать нас, друзья. Если мы движемся по направлению Божьей цели, то Бог всегда будет иметь план для нас, чтобы мы могли эту цель достигнуть. Мы видим это в нашей истории, что у Бога был план Б для того, чтобы Павел достиг свою цель. Несмотря на то, что его не послушали, несмотря на то, что с ним не согласились, Бог совершил то, что хотел совершить. При этом очень важным для нас является пример того, как Павел отреагировал на противление людей. Мы видим, что он не начал ничего доказывать. Мы видим, что он не начал ничего утверждать. Он просто-напросто смиренно отошел в сторону. Почему? Почему он не начал этого делать? Да потому что он знал, что ничто и никто не сможет его остановить. Потому что он знал, что он исполняет волю своего Бога. И он доверял своему Богу, который доведет его в то место предназначения, которое было изначально. Для нас это пример, как надо вести себя, когда люди будут пытаться помешать нам двигаться вперед в достижении нашей цели в Боге. Друзья, вариант второй, с которым нам придется столкнуться. Всегда будут внешние обстоятельства, которые будут мешать исполнению твоих целей в Боге. Первое будут люди, второе будут внешние обстоятельства. Стих 12-14 говорит нам следующее. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Феника, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они подумали, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся ветер бурный, называемый Евроклидон. Как мы видим в нашей истории, этими внешними обстоятельствами было отсутствие гавани, где можно было перезимовать, а также ветер, страшная буря, которая началась. Очень часто, друзья, на пути в наш с вами Рим мы будем сталкиваться с такими ситуациями. Иногда внешними факторами, пугающими нас, как эта страшная буря с названием Евроклидон, будут эти обстоятельства. Такие страшные, потому что действительно, что он был очень сильный, 14 дней длился. И иногда, как на пути следования к нашей цели, будут и такие обстоятельства. Но наша вера в то, что Бог, начатое в нашей жизни, совершит до конца, поможет нам не усомниться и не опустить наших рук. Я хочу рассказать вам пример. Это пример из моей жизни. Около 10, наверное, а может даже больше, лет 12 назад мы с моей женой Ириной начали бизнес. У нас не было денег, чтобы его начать, как бы появилась ситуация. Мы одолжили крупную сумму денег. И я вспоминаю, что это было в апреле. Где-то в середине апреля мы купили этот бизнес. И вы все знаете, что в начале мая у нас ретрит. И вот у нас стал вопрос. Ехать на ретрит или остаться продолжать бизнес? Как бы на тот момент бизнес только начинался. У нас не было ни работника, продавца, никого. Мы сами это делали. И если мы не едем на ретрит, мы закрываем магазин. И это минус. Да, вернее, если мы едем, то нам надо закрывать магазин. Это минус. Аренду платить надо каждый день. У нас все было расписано по дням, потому что надо было еще каждый месяц давать большую сумму долгов. Но мы принимаем решение ехать. Тяжело нам это давалось, но мы принимаем решение ехать. Когда мы едем, на полдороги к маякам звонит мне мой дядя и говорит, Олег, я приезжаю в Одессу, мне очень надо срочно сумма денег, которую, часть суммы денег, которую я тебе одалживал. Поэтому будь добр к моему приезду, а приезжает он в последний день ретрита приготовить. И мы стоим перед выбором. Помимо того, что аренда, помимо того, что еще и долг выливается такое. И что делать? Но мы принимаем решение ехать. Вот на тот период мы думали, мы остановились и, как говорится, вагались, вернуться назад или ехать. Но мы приняли решение ехать. И знаете, что интересно? Интересно то, что произошло в последний день ретрита. Когда я подошел к своему ежедневнику, я открыл его, а там лежала, я не помню, но сумма эквивалентная 200 долларов. Вы знаете, Валентин Романович остановил ретрит, поднял, говорит, друзья, кто-то вложил сюда деньги вот в этот ежедневник? Никто не сказал, что вложил деньги в этот ежедневник. Но этой суммы, друзья, хватило, чтобы приехать и полностью покрыть и аренду, и отдать дяде часть денег, которую мы должны сделать. Вот такой вот Бог наш велик, но иногда нам приходится проходить через внешние обстоятельства, которые мешают нам двигаться на пути к нашей цели. И эти внешние обстоятельства всегда будут. И иногда они будут пугающие. И я скажу так, что если мы движемся к Божьей цели, то сам Господь будет всегда нашим помощником, потому что Он хочет, чтобы мы свои цели достигли. И цель – это то, что помогает нам двигаться вперед по нашему жизненному пути, нашему жизненному пути в Боге. Итак, друзья, вариант третий. Иногда будет казаться, что ничего не получится уже. 18-20 стих нашей истории. «На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи, но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, да наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению». Мы видим, друзья, что ситуация была настолько критическая, что даже спутник апостола Павла Лука усомнился в возможности своего спасения. Все люди, все ожидали гибели. В нашей жизни тоже может происходить то же самое. Нам может показаться, что все, все, я уже не смогу достигнуть своей цели. Все. Может прийти такое понимание, я скажу, в большей степени это так и происходит, возникает вопрос, а может быть я вообще двигаюсь не в Божьей цели? Может быть это не Божий замысел для меня, друзья? И я думаю, что на этом месте есть люди, которые проходили такие ситуации и которые так и думали. Когда все, ты на грани поражения, ты думаешь, наверное, это не была Вожья воля для меня. Но вы знаете, друзья, я хочу рассказать вам еще один пример. Хочу рассказать пример одного интересного пастыря. Вы его все знаете. Это пастырь Филипп Цавочка. Его история, она очень интересная. Когда его назначили пастырем в эту церковь, в Ишневом, это пригород, города Киева, церковь была до 20 человек. И вот он рассказывает, что делали там всевозможные евангелизации, концерты, говорит, евангелизацию сделаем, пригласим каких-то там интересных артистов, говорит, полная церковь, евангелизация закончилась, 20 человек таки осталось. И говорит, три года длилась такая ситуация. Через три года он дошел до такого отчаянного состояния, что все, как люди, которые плыли с апостолом Павлом, он думает, все, нет варианта, ничего не получится. И он уже собирается ехать в союз свой для того, чтобы просить, чтобы его сняли с должности. Но ночью к нему приходит Бог и дает ему откровение о построении системы домашних групп в общине. И его церковь начала стремительно расти. Бог вдохновил ему, показал выход, когда ситуация уже была критическая, когда он готов был все бросить, оставить и признать свое поражение. Но Бог пришел и показал ему. И сейчас там очень большая церковь, благодаря тому, что он устоял своей цели, даже не устоял, благодаря тому, что Бог пришел ему навстречу в момент, когда он готов был принять поражение. И в нашей жизни будут такие моменты, когда мы будем двигаться к нашей цели, что мы будем считать, все, я поражен, я не могу дальше двигаться. Но я хочу еще раз сказать, друзья, ваша цель, четкое понимание, куда вы движетесь, движетесь, оно будет помогать вам двигаться вперед. И, смотря на нашу историю, мы тоже видим, что к Павлу пришел ангел Божий. Стих 22, 25. «Теперь же убеждаю вас, ободритесь, сказал Павел, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, к которому принадлежу я, и которому слежу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою, посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». И это, друзья, четвертый вариант, который мы должны ожидать на пути достижения Божьей цели. когда ты движешься к выполнению Божьей цели, то Бог будет открываться тебе. Он будет это делать, потому что Он любящий Отец, Он знает все наши возможности, и Он никогда не даст нам нести больше, чем мы с вами это можем. приведу вам еще один пример, друзья. Я когда-то, может быть, рассказывал его, мне кажется, что рассказывал, вкратце расскажу. История, опять-таки, Приднестровская история, помните, мы с Ирой служили в Приднестровье, и в определенный момент ситуация так сложилась, все обстоятельства, взаимоотношения с людьми, все сложилось в такой критический ракурс, что у меня был вопрос, Бог, где ты? Где ты? Я оставил все, поехал в какую-то дыру служить тебе, и такое происходит. Где ты? Я начал задавать Богу, а есть ли ты? Вопрос, есть ли ты вообще, почему ты так поступаешь со мной, и когда я был уже, казалось бы, на грани потери веры, то Бог, явился для меня и расставил все дочки над и. Он вдохновил меня вдохновением, которое вдохновляет меня до сего времени. То, что я пережил, оно движет и вдохновляет меня до этого времени. Наш Бог, друзья, Он не молчащий Бог, наш Бог не прячущийся Бог, наш Бог заботливый отец, наш Бог подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. И одна из сторон Евангелия это то, что Иешуа пришел на эту землю, чтобы, умерев на кресте Голгофы, открыть нам доступ к Богу. И в послании Римлянам, 5 главе, 1-2 стихе написано, «Итак, оправдавшие верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего, Ишуа Мессию, через которого верую, и получили мы доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся надежду и славы Божьей». И дальше Павел пишет, «И не сель только хвалимся, но хвалимся и скорбями». Двигаться в Божьи цели не всегда просто. Двигаться в Божьи цели бывает очень часто очень тяжело. Те препятствия, которые я сказал перед этим, они будут в нашей жизни. Они будут сталкиваться и нам порой будет невыносимо тяжело, но Бог всегда Он выйдет тебе навстречу, потому что Бог хочет, чтобы ты достиг этой цели. Он запускает тебя в эту цель и Он сделает все возможное, чтобы ты попал в эту цель. Единственным препятствием, которое может не допустить тебя к этой цели, есть только ты один. Никакие обстоятельства, ничто не может тебя отправить от Божьей цели, только ты сам можешь это сделать. Но если ты имеешь ярко выраженную цель, если ты понимаешь свое призвание, если ты понимаешь, где Бог тебя видит и что Он хочет, чтобы ты делал, ты будешь двигаться к цели, и эта цель будет двигать тебя вперед, друзья. Следующий шаг, это следующий вариант, пятый вариант. В твоем окружении всегда будут люди, которые будут предавать тебя. Стих 30-32. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не сможете спастись. Тогда воины отсекли веревку у лодки и она упала. Удивительный момент, друзья, когда казалось, прошел большой период времени, уже много преодолели люди вместе, уже как бы виден берег, потому что перед этим стихи показывали, что уже они понимали, что где-то близко берег, где-то близко спасение, мы видим, что корабельщики хотят бежать на единственной лодке и оставить всех на смерть. И, к сожалению, друзья, это реальность жизни. К сожалению, людям свойственно такое поведение, но Павел не унывает, он уже не раз проходил подобные ситуации, и мы читаем в местописании, как его оставляли люди, как его бросали, он понимал, что важны они люди, важно то, что с ним Бог, важна его цель, в которой он движется, он знал, что впереди его Рим, он знал, что ему там нужно делать. И именно эта цель она помогала ему преодолевать все препятствия и стремиться вперед, для того, чтобы идти туда, где он должен был распространять царство Божие. Друзья, когда у нас есть цель в Боге, нам не будут страшны никакие предательства, нам не будет страшен Еврокледон, потому что мы домеряем нашему Богу. И в первом Петра, в третьей главе, 13-14 стих написано, «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Нам не стоит ничего бояться, потому что Бог за нас, Бог с нами, Бог во всех сложностях, радостях, Он ведет нас и к нашей цели направляет Он нас. Наша цель, она помогает нам двигаться вперед. Шестой вариант показывает друзья, Бог всегда будет давать людей, готовых тебе помочь в достижении Божьей цели для твоей жизни. Стих 42-44 Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь выплыв не убежал, но сотник желая спасти Павла удерживал от их от всего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю, прочим же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля, и таким образом все спаслись на землю. Интересный факт, направляя Павла в путешествие в Рим, Бог изначально дал ему сопроводителя, этого сотника, о котором мы читаем, что он имел расположение к Павлу, как только они взошли на корабль. Это был Божий промысел, Бог дал человека, который должен был в критические моменты сыграть роль в его жизни, чтобы Павел мог достигнуть эту цель. Если мы движемся по напряжению, достижению нашей цели в Боге, то Бог обо всем позаботится. Он даст нам нужных людей, Он даст тебе команду единомышленников, которые поддержат тебя в тяжелую минуту. Ведь для Бога очень важно, чтобы ты не промахнулся. Он запускает в цель, и Он хочет, чтобы ты в нее попал. Вы знаете, что промахнуться, не попасть в цель, это значение слова грех. Грех это промахнуться. И смотря Писание, притчу о талантах, мы видим, что Бог, давая людям таланты, для чего Он их дает? Чтобы запустить их в цель, чтобы запустить их по своему усмотрению туда, где человек может эти таланты применить и использовать. Но что происходит, если человек зарывает свой талант? Это то, что я сказал, когда мы своими руками уходим от той цели, которую Бог нам дает исполнить. В конце пути Он не обретает спасения. В конце пути Он имеет проблему. Он попадает в место, где плач и скрежет зубок. Поэтому Бог, спасая нас и направляя нас в цель свою, Он желает, чтобы мы не промахнулись. Он желает, чтобы мы обязательно попали туда, куда Он нас с вами запускает. И знаете, у людей иногда возникнет понимание, что Бог бросает их водоворот жизни и при этом наблюдает со стороны. в тяжелых ситуациях я скажу, что мы с вами тоже можем задавать вопрос, где Божий? Я две минуты рассказал назад пример своей жизни, когда я говорил, Боже, где ты? А есть ли ты вообще? Это свойственно людям, к сожалению. Но почему мы это делаем? Потому что мы забываем Его обещания. Мы забываем то, что Он нам сказал. Потому что когда Бог дает нам цели, Он говорит внутрь наших сердец. Но человеческой памяти свойственно забывать то, что нам обещает Бог. В Бытие 28 главе 15 стихе написано «И И я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя всю землю, ибо я не оставлю тебя, докол не исполнишь, что я сказал тебе». Эти слова Бог сказал Якову, чтобы вдохновить его на достижение цели, которые Бог имел для его жизни. Мы видим много в Писании таких моментов, когда Бог говорит и дает обещание, что Он будет оберегать, что Он позаботится, что Он будет охранять. И это обетование для нас, потому что если Бог направляет нас куда-то, то Он обо всем позаботится, Он будет нашей защитой, Он будет нашей охраной, Он будет нашим обеспечением, Он будет нашим покровом, Он будет для нас всем, потому что мы Мы исполняем Его волю. Если мы посмотрим концепцию Писания, то увидим, что Бог всегда акцентирует наше внимание на общности. В этой общности ничего невозможно достигнуть в одиночку. Давайте посмотрим. Бог давал Маше, давал Аарона. Давиду Он давал Самуила. В нашей истории Он давал Павлу неверующего сотника, который должен был сыграть одну из ключевых ролей в его жизни, защищая его от смерти. Друзья, поэтому Бог всегда будет с нами, если в нашем фокусе будет цель, если мы будем двигаться по направлению достижения нашей цели. И цель это то, что помогает нам двигаться вперед. И последний, седьмой вариант, который обязательно будет на пути достижения твоей цели в Ишуа Мессии. Когда ты движешься к Божьей цели, Бог благословит тебя всем необходимым. Наша история заканчивается тем, что на берегу их встретили наплеменники. Они помогли Павлу и всем спасшимся людям. В момент разжигания костра, мы знаем эту историю, Павла укусила ехидна. И ничего не случилось. Люди ждали, что с ним что-то произойдет, но ничего не случилось. Все ожидали его смерти, но он не мог умереть, потому что у него была цель от Бога. И он верил, что ничего не произойдет, потому что у меня есть цель. Моя цель это Рим. Моя цель благовестия Кесарю. Моя цель проповедь Евангелия этому городу, который является столицей полмира на тот период времени. Друзья, и когда все окружающие желали увидеть смерть, то Бог через Павла, Он начал являть жизнь, исцеляя людей, окружающих Его. Я прочитаю вам, это 28 глава, 9-10 стих. После всего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам многие почести, и при отъезде снабдили нас нужным. Все пропало. Они все выкинули. Выкинули груз, выкинули еду. Нет корабля, ничего нет, нет средств для существования. Но Бог заботится. Люди дают все необходимое, чтобы Павел смог достигнуть своей цели. Мы видим, что это забота Бога. И Он также заботиться будет и о тебе, когда ты будешь идти в твой Рим. Он будет заботиться обо всем. Он откроет тебе источники, необходимые для этого. И я скажу, друзья, что меня всегда вдохновляет пример нашей общины. Вот последние года, когда Бог дал нам здание, у нас не было денег, чтобы его строить. Купить, чтобы его купить. Но мы его купили. Друзья, у нас нет денег, чтобы его ремонтировать и строить. Но этой осенью мы планируем там начать служение. Мы это делаем не потому, что... А потому, что Бог, Он заботится. Бог дал цель. И Он является обеспечителем. И мы, друзья, увидим то, что в центре нашего города будет еврейская, мессианская синагога. Потому что это есть желание Бога. И Он заботится о том, чтобы это произошло. Аллилуйя! Жив Господь! Аминь! Друзья, я уверен, когда говорю о здании, единственное, можно сказать, фу. Потому что, если бы вы знали, чего это стоит, и большой поклон Валентину Романовичу и Татьяне Михайловне. И всем нам, которые участвуют. Кстати, скажу вам, вы знаете, что лидеры общины каждый день приняли решение. Мы отлаживаем по 5 гривен на здание общины. Вот на протяжении того времени, как мы приобрели это здание, мы это делаем. Каждый день все. И вы можете стать этим участником. Если вы хотите это сделать, подпишите конвертик, напишите на здание и кидайте в Заку. Чтобы мы увидели славу Божью. Чтобы мы увидели, что на здании Бог делает действие и через нас. Потому что Бог хочет, чтобы каждый из нас, Он принял участие в этом. Это Его работа. Это наше здание. Это наша цель с вами, друзья. На данный момент, это наша цель должна быть. Каждого из нас. И мы должны принимать наше посильное участие в том, что делает Бог в Одессе и в общине Орха Машиах. Друзья, поэтому так же будет происходить и в твоей жизни. Если ты будешь иметь цель, твоя цель, она будет двигать тебя вперед. Бог будет заботиться о тебе во всех сферах. Но мы подходим к концу, друзья, да? Все хорошее когда-нибудь кончается. И сегодня мы с вами рассмотрели вариант событий, которые происходили в жизни Равшауля на пути следования его, к его цели, на пути следования в Рим. И для него это была цель исполнения Божьей воли для апостола Павла. И знаете, история показывает, что своей цели он достиг. Туда, куда Бог его направил, он попал. Он попал в Рим и проповедовал Евангелие. В Риме он написал множество посланий, да, послания римлянам, которые систематизируют учение христианское. Он написал там, друзья, множество посланий. Но интересно то, что для Павла Рим, когда он его достиг, а я думаю, что еще раньше, до того, как он его достиг, это был не конец. Для него это был плацдарм или желание идти дальше, проповедовать Евангелие дальше. Так и у каждого нас, когда из нас мы строим цели, и мы их достигаем, мы должны видеть дальше. Поэтому я вначале сказал, давайте мечтать в Боге, давайте строить планы в Боге, давайте видеть дальше, давайте делать больше. Интересно то, что, конечно, это, ну, источники такие, ну, скажем так, есть споры по этому поводу, но некоторые люди говорят, что после того, как он проповедовал Рим, он достиг и берегов Испании. Есть такие моменты, потому что после Рима он поставил для себя новую цель. Я не знаю, как было, но я знаю из Писания, что Рима он достиг точно, друзья. И сегодня я хочу спросить у тебя, а есть ли у тебя твой Рим? Есть ли у тебя твоя цель в Господе, которую ты хочешь достигнуть? Если да, то сегодня ты узнал варианты, с которыми тебе придется столкнуться на пути следования к твоей цели. И я уверен, что Бог показал нам эту историю для того, чтобы вдохновить нас не бояться ставить цели и достигать их. Если ты еще не знаешь своей цели в Боге, ты сегодня, ты можешь принять решение, эту цель поставить. Бог вложил в тебя свои дары, которые ты можешь и должен использовать. Не просто Он это сделал. Наша обязанность исполнить, умножить то, что Бог даровал нам. Он поместил в тебя, в общину, в Архамышиях, не просто так. Твоя задача – созидать общину на этом месте. Не просто так Бог вводит нас в какое-то место. Это Его цель, чтобы ты строил на этом месте. Потому что это Божья воля для твоей жизни. Если ты в этой общине, то Божья воля для твоей жизни, чтобы ты строил эту общину. Бог будет давать тебе твои цели, но они должны быть связаны с этой общиной. Может быть, придет время, когда Бог тебя выведет куда-то, дальше поведет. Но на данный момент твоя цель, она связана с Божьей общиной. Потому что Божья община, она утверждает Божье Царство. Божья община – это то место, где мы растем, и то место, где Царство Божие распространяется. Это тело Ишоа Мессии, в которое Он нас с каждым даром поместил для того, чтобы тело имело приращивание. Друзья, и я хочу сказать, если ты хочешь начать какое-то служение, начинай. Подойди к лидеру, подойди к служителям, поговори, пообщайся, скажи, у меня есть такое видение, у меня есть такое понимание, как мне это сделать, помогите. И я скажу, почему мы так должны поступать? Мы не должны бояться, если у нас есть какие-то понимания в сердце, мы не должны бояться высвобождать это. Мы должны, конечно, советоваться с друг с другом. Но почему должны мы это делать? Потому что Писание говорит, что Бог производит нас и хотение действия по своему благоволению. Он влаживает в нас желания, Он влаживает наши мечты, Он дает нам направление, куда двигаться вперед, куда двигаться. Наша ответственность, принимаем ли это и исполняем, или мы принимаем это и зарываем внутри себя. Не бойтесь трудностей, не бойтесь проблем, потому что Бог обещал, что все проблемы мы преодолеем силою возлюбившего нас Господа. Потому что Он хочет, чтобы в конце твоего жизненного пути, Он хочет встретить тебя и сказать, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина своему. Поэтому, друзья, я повторю еще раз, мечтайте в Господе, стройте цели в Господе, достигайте эти цели в Господе. Будь кораблем, который плывет к намеченной цели, достигайте своих целей во имя Ишуа Мессии. И если сегодня вас касается это слово, то вы можете встать сейчас, поднять свою руку Богу и помолиться вместе со мной. Аллилуйя, давайте встанем. Если вас это коснулось, давайте будем молиться. Боже, мы стоим перед Тобою с благодарными сердцами. И, Господи, мы говорим, Отец наш, и Царь, мы хотим исполнять Твою волю. Боже, мы хотим попадать в Твои цели, Господи. Мы хотим исполнять Твою волю, и мы просим Тебя, Авину Малкейну, открывая нас, для нас свою волю. Открою Твою волю лично для моей жизни, Господи. Боже, если я знаю, Боже, Твое призвание и Твое предназначение для меня, но в моем сердце есть страх, Боже, пусть всякий страх, он уйдет. Боже, пусть, Боже, ободрится вера. Пусть, Боже, поднимется надежда, Господь. Пусть возрастет упование, пусть никакой евраклидон, никакие ехидны не смогут нас испугать на пути достижения той цели, в которую Ты запускаешь нас. Боже, вот мы, мы готовы двигаться туда, куда Ты наш пошлешь. Боже, вот я, я готов быть той стрелой, которую Ты запустишь, куда Ты хочешь, Господи. И я благодарю Тебя, Отец мой небесный, за то, что у Тебя есть намерение для каждого на этом месте, за то, что каждого, Боже, Ты заточил, Боже, чтобы запустить вперед, для того, что Ты хочешь, за то, что Ты хочешь, Боже, чтобы каждый попал туда, куда должен попасть и принести плод для Твоего Царствия. Отец, пусть слава имени Твоему через наше служение, через нашу жизнь, она распространяется по этой земле. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твои намерения о нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами до скончания века. Мы благодарим Тебя за те цели, которые Твой Дух открывает в наших сердцах. Воздаем Тебе славу, воздаем Тебе честь, воздаем Тебе величие во имя Ишуа Мессии. Амин. А мы хотим, как община, еще сказать мазоту. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиех, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!